И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Церковь есть тело Его. Братья и сестры, перед уже совершением вещей Господней, мы немного поразмышляем на эту тему. Церковь есть тело Иисуса Христа. Я не претендую на то, что сегодня мы в полноте разберем эту тему. Только одну часть или один аспект этого мы порассуждаем. Что значит тело? О единстве или о теле, как единство Церкви, как единство народа Божия. И даже не берусь от начала, как это единство создается, посредством чего создается. Только немного коснусь некоторых текстов Писания, рассуждающих или дающих нам рассуждения на эту тему. Мы читаем во втором послании Коринфина, в пятой главе, два стиха 14 и 15. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Мы видим, что любовь Христова объемлет, то есть обнимает или по-другому соединяет нас воедино, в одно целое. Любовь Христова, она как бы является границами внешнего нашего соединения и наполняя внутренность. То есть мы находимся огражденными в любви Христа от внешнего мира, от притязания этого мира на нас, на наши души. И с другой стороны, внутри нас также любовь Христова, каждого питает, и мы пропитаны любовью Иисуса Христа. Но в этом есть условие. Написано, что объемлет нас, рассуждающих так. «Если один умер за всех, то все умерли». Что это значит? Это глубокая истина о жертве Иисуса Христа, о значении этой жертвы для каждого из нас. И мы находим апостол Павел в послании Римлянам, в шестой главе, он дает пояснение этой темы, и очень хорошо сказано. Написано, «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Здесь, в этом тексте, второго послания Коринфянам, пятой главе, апостол Павел очень коротко написал, но довольно ёмко, «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих, так. Если один умер за всех, то все умерли». Есть ли это рассуждение в каждом из нас, что Христос умер за нас, за грехи наши? Есть ли рассуждение в каждом из нас, что мы на сегодня умерли со Христом для стихий и притязания этого мира, для власти этого мира? Мы имеем ли размышление, что мы любовью Христовой имеем ограждение в отношении этого мира? То есть, мы разделены с этим миром, как и апостол Павел пишет в послании Галатам, что «для меня мир распят, и я для мира». То есть, вот эта любовь, вернее, смерть Иисуса Христа, она является пределом и границей нашего, как бы, общества, церкви. То есть, в этом отношении любовь Христова объемлет нас. А если у нас нет этого размышления, я когда читал и размышлял на этот текст, думаю, почему же так? Апостол Павел не пишет о том, что не рассуждающих, а живущих так. Потому что у нас рассуждения, у нас желания и стремления могут быть святыми, но по жизни не всегда так получается. И мы могли бы прийти в состояние переживаний расстройства, мы могли бы прийти в переживание отчаяния. Почему? Потому что мы не живем так, как хотим. Но здесь апостол Павел говорит, что рассуждающих так, то есть имеющих это стремление, и для себя берущих это как правило жизни. То есть, наш путь – наш путь этот. Дальше, в этом же тексте мы читаем, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Мало умереть, мало умереть для греха, как один проповедующий говорил в свое время. Он говорит, умереть для греха – это может быть легче, чем жить для Бога. Интересно рассуждение. А что же легче – умереть или жить? Вот здесь бывает очень как бы непросто, когда мы, умершие для греха и внутри себя, соединенные с Иисусом Христом и с церковью, живем обособленно. Но Господь говорит, нельзя так. Вы должны уже жить для умершего и воскресшего. То есть, я на сегодня в вас и через вас, любовью своей, произвожу те желания и хотения, чтобы вы уже не для себя жили, но для славы Божьей, что мы слышали в предыдущей проповеди. Вот в этом есть смысл определенный, что Господь нас направляет, и это есть тело Христа, и Он объемлет нас любовью Своею. В первом послании Иоанна, в первой главе мы также считаем, тексты очень интересные. Я буду считать с 5 стиха по 7. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот интересная та среда, в которой мы можем иметь общение друг со другом и быть объемлемы или объяты любовью Иисуса Христа, то есть соединенные воедино любовью Христа. Эта среда есть свет. Если ходим во свете, подобно как Он во свете. Вот в этом отношении, наверное, мы, проверяя себя, можем сказать, а как же так? Я не всегда бываю во свете. Как же так? У меня и помыслы бывают греховные, у меня и действия бывают греховные. Но как же? Не получается пребывать во свете постоянно. Я на этой неделе получил СМС, очень интересную от одного брата, и он говорит, но я сейчас не дословно, а смысл, что если описать все грехи, которые я соделал и которые гнездятся в моей голове, то не хватит и четырех страниц формата А4. И дальше он еще добавляет интересную мысль. Я понимаю, что я гораздо ниже пыли и праха, гораздо ниже. И я понимаю, что по делам своим я никогда, никогда не имею права притязать на жизнь вечную. То есть удивительное признание, и понимая так, что это пишет верующий, это пишет брат. И в каком отношении? В том, что он проверяет себя. Друзья мои, у нас есть одно определенное, нахожу не совсем правильное понимание, жертва Иисуса Христа. Он объемлет нас любовью своей. Нас понимает так, что несовершенных даже в любви к Богу, нас несовершенных в любви друг к другу, нас несовершенных в помыслах и делах своих, он объемлет любовью своей и направляет нас, направляет нас на пути правды, в царствие свое, туда в вечность. Хотя и здесь он, имея общение с нами, уже утвердил в нас царство свое. Но какое есть недопонимание? Потому что в день, когда совершается вечеря Господня, каждый из нас проверяет себя, и кто-то, может быть, смотрит на себя гораздо более и делает акцент на себе и на своем гораздо более, на своих грехах и помыслах, нежели на жертве Иисуса Христа и любви Бога к нам. И в этом отношении не участвует в заповеди. То есть здесь, понимая, что есть определенное, если мы осознаем, что мы не находимся добровольно, не находимся во власти греха, но у нас есть стремление к святости, стремление к Богу, у нас есть желание и намерение пребывать в этой объемлющей любови Христа в Церкви Господней, мы имеем дерзновение к Богу совершать вещерю для того, чтобы утверждать в нас победу Иисуса Христа. То есть победу, которую Он совершил и кровью Своею объединил нас воедино. Далее, когда мы читаем в Первом Послании Коринфянам, 12 главы, тоже интересное рассуждение апостола Павла о теле Христа. Мы найдем... Я два текста просчитаю. Первый текст – это с 12 по 14 стихи. И второй текст буду считать уже ниже, с 24 по 27. С 12 по 14. «Ибо как тело одно, но имеет многие шлены, и все шлены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного шлена, но из многих». Что мы здесь прочитали? На простом примере нашего тела, или тела человеческого, или другого существа апостол поясняет то значение, духовный смысл, вот церкви Господней, как одно тело. И он говорит о том, что все мы одним духом крестились в одно тело. Но слово «крестились» для нас можно заменить другим словом. Все мы погрузились, или все мы поставлены, или все мы помещены в одно тело Духом Христовым. Дух Божий, мы сейчас не говорим о том, кто имеет или кто имеет, верующий имеет Духа Святого. И он погружен, помещен уже этим духом в тело Иисуса Христа. И написано, как здесь мы прочитали, «тело же не из одного шлена, но из многих». То есть мы с вами составляем одно тело церковь. И мы помещены Духом Святым в это тело. Если это так произошло, это Бог нас соделал таковыми, соединяя нас в единое тело, то Он и прославляется в этом теле посредством того, что Он дарует нам и желание, как выше мы говорили, и намерение, и больше того, Он дарует нам силы, чтобы так жить, прославляя имя Господне. Он соединяет нас. Читаем дальше, с 24 стиха. «Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попещение, дабы не было разделения в теле, но все шлены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один шлен? Страдают с ним все шлены. Славится ли один шлен? С ним радуются все шлены. И вы – тело Христово, а порознь – шлены». Интересно. «Дабы не было разделения в теле». Возможно ли разделение в теле человеческом? Мы найдем, что это невозможно. Но ампутацию, да, то есть невозможно, это уже вред телу. И вот здесь апостол Павел на примере этого, опять-таки, для нас дает правильное разумение, что не должно быть разделения в теле Иисуса Христа. Не должно быть разделения, должно быть единомыслие, должно быть единодушие, должно быть одно сердце, должна быть одна душа, одно стремление, одно понимание. И дальше, и дальше. Вот здесь мы найдем о том, что радуется ли один шлен, с ним все тело, страдает ли один, один шлен, с ним страдает все тело. Поэтому, может быть, кто-то рассуждает так, что сегодня Вещере Господне, и, может быть, я не буду участвовать в Вещере, потому что я не нахожу себя достойным. А почему? Пребываешь ли ты во грехе? Нет, этого не нахожу. А почему ты не достоин? Но я не такой свят, как Писание учит нас этому. Я не достиг той полноты, познания Бога. Я не достиг того совершенства во Христе Иисусе. Или я не возрос мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Не поэтому. Ты на сегодня, если ты на сегодня страдаешь и не участвуешь, то ты на сегодня доставляешь переживания и печаль телу, всему телу, братьям и сестрам. Ты на сегодня берешь на себя роль как бы управляющего. А имеешь ли ты на это право? Если Господь тебя утверждает в этом, что ты имеешь единство с Богом, ты имеешь, вот, или объят этой любовью Христовой и соединен в теле, ты имеешь право, и ты должен участвовать в вещере Господней, чтобы прославить имя Божие. Дальше, когда мы читаем Послание Ефесянам, в 4 главе мы найдем также тексты. С 11 стиха я буду читать, 4 глава 11 стиха, Послание Ефесянам. Прочитаем по 16 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Друзья, мы найдем, что здесь два действующих лица со стороны Церкви или от Церкви. Первое. Господь поставил в Церкви и апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, и учителей к совершению святых, наделая служение для созидания тела Христова. То есть в Церкви Господней есть определенный порядок, который записан в Священном Писании, и Бог дарует благословение той Церкви, где этот порядок соблюдается. Мы сейчас не затрагиваем роль и качество того или другого служителя в Церкви. Мы сейчас говорим о том, что Бог поставил для созидания тела Христова. То есть Он и поставил, Он и поручил, Он и дал власть, но Он также и определенные ответственности и требования имеет к таковым. Но второе или второе действующее лицо, как здесь мы читаем, из которого все тело соединяемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого шлена получает превращение для созидания самого себя в любви. При действии каждого шлена. То есть вот здесь мы находим опять-таки каждый из членов Церкви имеет ответственность и обязанность. А что? Преращать. Преращение. Действие. Я смотрел в словарях, вот интересно такое, когда мы читаем слово, чтобы истинную любую возвращали. То есть что такое слово «возращать»? Самое простое – это возрастать. То есть это первое, то есть самому возрастать. И второе значение – это взращивать. И вот под словом «взращивать» есть такое интересное как бы дополнение. Это воспитывать, пестовать, лелеять, ну и другие слова. То есть когда мы сами возрастаем, то к себе вот этих слов нет. Лелеять, пестовать, воспитывать. То есть мы возрастаем. А в отношении к другому вот там есть такое, ну как бы дополнение, когда мы взращиваем, ну как бы помогаем другому возрастать. То вот там есть такое, что воспитывать, пестовать, лелеять. То есть вот это есть. И я, когда смотрел, это совершенно не библейский словарь. И когда я посмотрел в значение, думаю, насколько здесь глубокий смысл. Почему? Потому что, когда мы к себе, мы требовательны должны быть. А когда в отношении к другому, что братолюбие с нежностью. Один другого посчитайте высшим себя. Не о себе только кажется заботиться, но каждый и о других. И любовь, которую Господь даровал нам в сердце наше, есть любовь Христова, чтобы мы полагали души свои за братья своих. То есть вот здесь есть именно то действие, которое к каждому из нас относится, потому что мы все объемлемы любовью Иисуса Христа в единое тело. Еще хотел прочитать из послания к Колоссянам. Мы читаем 3 глава с 14 стиха. Я прочитаю 2 стиха, 14-15. «Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладыществует в сердцах ваших мир Божий, которым вы и призваны в одном теле, и будьте дрожжелюбны». В теле Иисуса Христа пребывает мир Божий. В теле Иисуса Христа пребывает, как здесь написано, дружелюбие. Не просто любовь, а дружелюбие. То есть любовь и дружба. Или дружба с любовью, любовь с дружбою. То есть мы не просто говорим брат или сестра. Мы, имея внутреннюю привязанность как к другу своему, способны или желаем разделить общение друг со другом. И это объединяет нас воедино в тело Христа, Церковь Господнюю. Благословена та Церковь, где это есть. Почему? Потому что это есть единство Церкви. И если нет дружелюбия или нет дружбы, любовь Божия есть, да, есть. Любовь Христова есть, есть. Любовь друг к другу есть, есть. А вы дружите? Да нет. Ну как это может быть? И вот здесь мы находим, что очень важно, то есть то, что объемлет нас и соединяет нас, и дарует нам по благодати Божией, это в том числе и дружелюбие. Я еще один текст прочитаю, также с послания Колоссяна, прочитаю с 19 стиха по 22 стих, и на этом мы закончим размышление. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед Собою. Не рассуждая много, и о всем здесь очень глубокие мысли, мы на исследовании Священного Писания читали и затрагивали этот текст, и рассуждали, и довольно долго размышляли, и наслаждались от того, что мы здесь видели, и что оттуда черпали. Я просчитаю только одно или затрону только одно. И ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Собою. Представить нас в теле плоти Его. То есть, мы когда рассуждаем и говорим, да, спасаться будет каждый, и мы спасаемся по одному. Это отчасти верно. Но здесь, здесь мы представлены пред Богом Отцом, как церковь. Мы все, потому что только так в теле Его происходит и освящение. В теле Его мы направляемся и встаем, и укрепляемся на непорочном пути. В теле Его мы и не повинны. Почему? Потому что каждый из нас, заботясь друг о друге, помогает нам. Как написано, что если согрешит кто, то вы духовно исправляете такового в духе кротости. То есть, здесь мы найдем, что опять-таки облечение есть любовь от чистого сердца. То есть, мы действуем любовью Христовую, которую Он соединяет нас, объемлет нас и наполняет нас. И сегодня, участвуя в вечере Господней, имея к этому и побуждение, и дерзновение, мы также прославим Бога. Если кто внутри себя вдруг вспомнил, вот находясь в этом собрании, что кто-то на него имеет, или, может быть, где-то ты не разрешил все вопросы, и думаешь, я не буду сегодня участвовать, дай обет пред Богом, что, Господи, я осознал, я каюсь и раскаюсь в этом, и я буду искать возможности сделать то или другое для разрешения всех вопросов. А сегодня, по милости Твоей благодати, я буду участвовать в вечере Господней, чтобы прославить имя Твое Святое, как Бога, который соединил нас воедино в церковь. Аминь. Мы помолимся коротко, пожалуйста. У кого есть намерение, желание, помолимся.